Приветствую вас! Очень интересно, что вы задали этот вопрос. Вопрос о том, как полюбить своего сына. Вы знаете, вот если бы можно было бы реально по факту научить человека любить, то, наверное, мир был бы совершенно другим, не таким, как его воспринимают сейчас. Но любовь это то, что нам не подконтрольно. Любовь это то, на что мы не можем вообще никак повлиять к сожалению или к счастью. И поэтому полюбить своего сына вы не сможете до тех пор, пока не поймете причину, по которым вы не можете любить себя на самом деле. То есть вы не любите своего ребенка, потому что по какой-то причине вы не любите сами себя, а если вы не любите сами себя, то откуда, соответственно, разница любовь к ребенку? Значит, это первое. Полюбить себя. Значит, посмотреть, что вам мешает себя полюбить. Да? Далее. Вы сказали о том, что у вас есть бывший муж, с которым вы в разводе. И, как правило, некоторые люди на своих детей переносят негативные эмоции по отношению к бывшим. Особенно, если это ребенок одного полу с тем, в отношении кого у вас есть негативные эмоции. Потому что, ну, знаете, как вот, ребенок, например, может напоминать вам о мужчине, ребенок может поступать так же, как мужчина, и, соответственно, вам это все будет очень неприятно. И вот, собственно говоря, в таком контексте можно заключить, что вы не отпустили до конца своего бывшего мужа, вы до сих пор с ним, вы, возможно, переживаете, у вас на него есть обиды, и эти обиды вы переносите на ребенка. Тогда нужно просто-напросто сперва разобрать ваши отношения с мужем. Почему развелись, а как получилось, что развелись, в чем проблема, в чем причина разбора, ну и так далее, и так далее. То есть, моментов здесь довольно много. И, соответственно, все их нужно посмотреть, нужно проработать, чтобы все-таки помочь вам научиться воспринимать ребенка только как самостоятельное существо. И для того, чтобы обеспечить ему безопасность, вам необходимо, значит, самой чувствовать себя в безопасности. А вот что вам мешает чувствовать себя в безопасности, тоже нужно разбираться. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...